Подключаем к нашему эфиру Геннадия Владимировича Гудкова, российского оппозиционера, экс-депутата Государственной Думы, если я не ошибаюсь, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. Вот Геннадий Владимирович смеется, потому что вчера мы в эфире... Вы уже восприняли мою критику про третий созыв. Мы один не досчитались, чем вызвали немилость Геннадия Владимировича, в этот раз и справляемся. Ну и также полковник ФСБ в отставке. Геннадий Владимирович, есть интересная информация от издания «Медуза», который ссылается на свои источники в администрации президента о том, что вот эта поездка Сергея Кириенко последняя 27 августа на временно оккупированной территории была связана с проверкой, насколько регионы готовы к проведению референдума так называемого. И вот Кириенко сказал, что он знает настроение людей, видит результаты социологии, понимает, что, если я не ошибаюсь, там больше 90% хотят присоединения к России в так называемый ДНР, ЛНР и чуть больше 70% в Херсонской области. Мы прекрасно понимаем, что насилие, террор и шантаж не могут быть инструментом проведения общественного мнения и его сбора, но тем не менее, такие сообщения появляются. Для кого готовят эту всю информацию и для кого Кириенко эти данные собирает? Для Путина или для России? Для Путина и для вот этой ватно-бадловатой части населения, которой Путину верят. А больше никто не верит. Понимаете, вот уровень лжи, он запредельный, он зашкаливает. И вот уже, как бы так сказать, соревнование такое, кто же там глубже пробьет вот это дно лжи. И каждый день, оно углубляется каждый день буквально. Поэтому никто не верит Путину, никто не верит. Я не знаю, там, чем Макрон с Шульцем говорят, что надо ему позвонить. Ну, пусть позвонят, пусть он ему очередную туфту в уши вотрет, уж извините за перехожу на мидовскую лексику, вот, или на путинскую лексику. Поэтому я не понимаю. То есть, конечно, никто не верит. Ни Путину, ни российской власти. Какие референдумы могут быть под взрывы? Ну, какие соцопросы? В целом там нарисовал результаты, которые всегда врет, да? В целом. Может быть, и в целом нарисовал. Но они сами себя убеждают. Это, знаете, как сеанс, как это называть, самовнушение. Вот когда-то я был в Академии внешней разведки, там назывался институт Андропу. Нас там учили расслабляться, типа, вот, самовнушение, там, расслабуха и так далее, чтобы, как бы, снимать стресс. Вот, мне кажется, они стресс снимают этими рассуждениями о какой-то там поддержке. Какая у них, чертовой матери, поддержка? Если там убивают коллаборантов, если там звучат взрывы, подрывы, если там разворачивается партизанская борьба и война. И у них там земля под ногами горит. Поэтому, видимо, Путин поставил им задачу какую-то, которую они не могут выполнить. А так как они ее не могут выполнить, они начинают сами себя успокаивать и уговаривать, что все хорошо, прекрасные маркизы. Вот помните эту песню про прекрасную маркизу, да? У нее же тоже сначала сложилось впечатление, что все хорошо. Но потом выяснилось, что все, в финале все по-другому. Так же будет и с Путиным. Его вот эти подчиненные уговаривают, ему все поют эту песню про прекрасную маркизу, у которой все хорошо. Но с каждым разом открывает все более и более страшное дно реальных событий. Вот в конечном итоге, я думаю, что для Путина война закончится так же, как вот в этой песне про прекрасную маркизу, да? Там, когда узнав, что разорил себя и вас, там выстрелил тот же час, упали свечи на печи, там и так далее. В общем, короче говоря, и муж погиб, и состояние погибло, и усадьба вся сгорела. Ну, что кобыла что-то там была заперта в конюшне, это уже, как говорят, с нее и начинали. Вот я думаю, сейчас вот примерно в такой же последовательности будут идти доклады Путину. Но пока не идут вот так, что все хорошо, прекрасно. Ну, а там с кобылкой проблемы есть небольшие. Вот то, что вы сказали, да, это действительно прослеживается такая цепочка, потому что вспоминаю вот это видео, в котором Виктор Золотов, глава Росгвардии, рапортовал Путину о том, как росгвардейцы, которые, по сути, ничем другим, как избиванием россиян, не занимались в последнее время, охраняют объекты на временно оккупированных территориях. И он так подчеркнул активно, что, хочу отметить, Владимир Владимирович, местное население очень активно нас поддерживает. У меня к вам вопрос, да, а Путин сидел и таким, знаете, вот прямолинейным, пустым взглядом на него смотрел. И я себе поставил вопрос, а Путин вообще в это верит? Или он понимает, что это все цирк, игра, и, ну, какая ему разница вообще поддержит его, не поддерживает? Или он верит в эти вещи? Нет, я надеюсь, что он еще не в такой степени маразм, чтобы воспринимать это все за чистую монету. Наверное, он это все понимает где-то. Но он сам создал мир, в котором он победитель Украины, что его народ там любит, его встречают песнями, хороводами, плясками. И вот он в этом алгоритме пытается дальше жить. А потом у него сейчас главный алгоритм, знаете, какой вот, ну, ладно, хороводы, песни, пляски не состоялись, но мы потерпим, и Запад дропнет. Вот у него сейчас главная задача – это выматывание партнеров западных Украины, чтобы они дрогнули. Они же на что рассчитывают? На холодную зиму, на невозможность быстро импортозаместить российского нефтегаза, на рост цен катастрофических, на недовольство людей, которые, безусловно, ну, вот я могу сказать по той же Европе. Ну, конечно, тут люди недовольны гигантским ростом цен на заправках, на бешеным ростом тарифов на электричество, огромными счетами на газ, на горячую воду. Конечно, это тяжелое время. Ну, просто вот счета выросли в 3-4 раза за тепло. Ну, в целом тепло, горячая вода, газ, я называю, за энергией, грубо говоря. Конечно, в 3-4 раза стали больше платить, и продолжается этот рост, пока его не удается остановить. И Путин надеется, что вот он дотерпит до того момента, когда Запад дрогнет и скажет, ну, ладно, украинцы, все нормально, сворачивайтесь, вы способны защищать вот эти границы, а вот эти давайте отдадим Путину, чтобы он нас не заморозил. Он надеется на это. Он не надеется на то, что золото там кого-то победит, так сказать, потому что украинцы не россияне, которые там забиты, зашуганы, так сказать, посажены все в тюрьму, а они все-таки будут сопротивляться этой Росгвардии. Понятно, что там ничего Росгвардия в Украине не сделает. Но вот Путина задача сейчас додавливать терпение западного обывателя. Вот он на это рассчитывает, что мы, ребята, как-то перетерпим, вы держитесь, там денег нет, этого нет, того нет, но вы сейчас держитесь, мы дотерпим, у Запада терпения не хватит, они слабаки, они дрогнут, и тогда мы вот уже расторгуем нашу победу, как нам нужно. Вот сейчас весь смысл поведения Путина. А параллельно с этим вот там шантажирует Запад, говорит, а я там Запорожскую станцию могу взорвать и живешь. Видите, украинцы обстреливают каждый день, мы не успеваем снаряды оттаскивать, они разорвавшиеся. Вот мы там еще чего-то, а у нас еще ядерное оружие, а у нас подводные лодки, мы там учения с Китаем проводим. Видите, какие мы непоколебимые. Мы же все, что хотите, а мы вот держимся все. Вы нам санкции, а мы вам контрсанкции, вы нам то, вы нам это, а мы вот с Китаем будем, а мы вот будем там с Северной Кореей, а мы будем там в каким-то Зимбабве бороздить просторы Индийского океана и так далее. Вот надо понимать, что Путин просто сейчас действует, вот именно пытается реализовать этот фактор, что у Запада не хватит долготерпения терпеть вот этот весь кризис. Тем более там действительно, если мы возьмем экономические показатели, давайте по-честному говорить своими зрителями, экономические показатели неважны. И предсказывают сейчас серьезные финансисты и политики рецессию в Британии, она уже началась, рецессию в Соединенных Штатах Америки, предсказывают кризис недвижимости. То есть многие вопросы, которые объективно зреют в западной экономике, они, конечно, вот Путин этому радуется, потирает там, сидя, ерзая на своем этом там кресле в Кремле, потирает ручки от удовольствия, что на Западе тоже не все хорошо, что нет там бешеного роста. И у Китая тоже проблемы с экономикой начались, вы же видите, да? И вот он считает, что вот этого терпения Запада для додавливания Путина не хватит, что Запад будет испытывать, западное правительство будет испытывать серьезные проблемы в связи с давлением своего собственного населения, что, ребята, ну ладно, вы там все хорошо, мы все понимаем, конечно, Украине надо помогать, но вы там этот, вы что там совсем уж не забываете про наши, забыли про наши проблемы, забыли про наши дела, как нам жить дальше? Вот эта проблема, которую Путин надеется реализовать в своей стратегии, это главное, на что он сейчас надеется, на то, что Запад дрогнет, устанет, что у него не хватит денег, что его, так сказать, обыватель начнет подзуживать и требуется сокращение помощи Украине, заключение какого-то мира, чтобы этот ужас кончился. Вот, собственно говоря, вся стратегия на сегодняшний день Владимира Путина и его вот этого безумного окружения. И поэтому там что, Золотову не докладывает, или, ну, отстраненный Шойгу, ему как бы уже все по барабану, ему главное, чтобы не обрушилось ничего из того, что сейчас есть, чтобы там не было какого-то решительного, страшного контрнаступления, какого-то обидного и позорного для всего, и очевидного для всего мира военного поражения. Вот как-то вот держаться, 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 а там Запад, глядишь, сам дрогнет, и мы опять всех сделаем. Вот, собственно говоря, позиция Кремля. Геннадий Владимирович, Путин шантажирует Европу, в том числе энергоносителями, однако при этом уже готов отказаться от части временно оккупированных территорий, об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Подоляк. Вот его цитата. Если сегодня переговоры провести, то он даже будет готов отказаться от определенного объема территории. Мы же с вами это понимаем. Для чего это надо? Это очень важно для него, потому что тогда он не будет отвечать по военным преступлениям, по репарационным требованиям. Тогда он не будет отвечать за многие действия, которые будут потом предпринимать в Европе. Как думаете, насколько объективно такое мнение? Готов ли Путин отказаться от части оккупированных территорий? И зачем ему это надо? Мы с вами много раз уже говорили, и не в одном эфире, что главная задача Путина – выйти из войны так, чтобы сохранить власть. И вот ради этого он готов пожертвовать многим, кроме того, что он не готов пожертвовать своим имиджем победителей всего мира. Даже если он, скажем так, прихапает территорию Донбасса и Луганска, он скажет, вы видите, они вынуждены, они встали на колени в конечном итоге, мы великие, мы воевали со всем миром, что там Украина, мы и одной левой. Весь мир воевал с нами, руками украинцев их там вооружили, там куча была легионов всяких иностранных. Мы фактически, одна Россия, великая, скрепная, победила весь мир, и мы получили сегодня полный контроль над Донбассом, над Луганском и Крым наш. И вот это он будет выдавать за победу перед вот этим внутренним нашим этим населением, зомбированным пропагандой, да? И он таким образом надеется остаться мачо во главе стаи, чтобы его не свергли. Вот поэтому вот для него задача показать, что он победил весь мир. Что не весь мир его победил, а наоборот. Что великость его подтверждается объективными, как говорится, показаниями приборов, то бишь захваченными территориями новыми. Да, но проблема для Путина в том, что теперь ни Украина, ни весь мир на такой сценарий не согласятся. Это вы мне говорите. А ему говорят, что Владимир Владимирович, мы сейчас еще что-то потерпим. В Германии жопа, извините, буду говорить МИДовской лексикой. Во Франции там совсем плохо. Значит, поляки уже все раздражены, что там 3,5 миллиона украинцев живут, они уже не тянут. Здесь, значит, дрожит, так сказать, какая-нибудь там Болгария, Словакия, Чехия. Они не хотят, они хотят мира, потому что у них там в Америке нарастает проблема серьезная. Но они там есть, действительно. Вот. И нам чуть-чуть еще потерпеть, и Запад сдастся. Он скажет, ну ладно, Путин, хрен с тобой, давай заключаем мир, забирай себе Донбасс, Луганск. По Крыму будем, так сказать, вопрос откладываем на 10 лет или там на 15 лет. По каким-то, ну будет какое-то соглашение по Крыму, какой-то там отдельный, допустим, что референдум провести через 15 лет и разобраться с этим Крымом. Все остальное освобождает. И тогда, действительно, вот по условиям мирного договора, он будет торговаться до посинения, там по этим репарациям, нерепарациям, заморозкам, незаморозкам, поставкам, непоставкам, санкциям, эмбарго и так далее. Для него это важно запустить процесс, сказать, что весь мир вынужден с нами сидеть за столом переговоров, и нас просить освободить территории, те, которые украинцы хотят оставить за собой. А мы вот еще подумаем, а мы вот еще посмотрим, как они себя будут вести, будут ли они такими наглыми, что будут еще просить нас репарации. Мы же вынуждены были воевать, мы же не нападали на них, если бы мы не напали, то они бы на нас напали. А теперь они хотят еще репарации, хрен им они репарации. Ну ладно, из 300 миллиардов отдадим им 100, хватит им. Вот понимаете, я извиняюсь, что я перехожу на такой бытовой язык, но чтобы просто вы понимали, какие закулисные будут манипуляции всем этим, в том числе в пропаганде, в телевизии, на совещаниях, там будут даваться обидные клички, обидные имена, переходить на язык, так сказать, жаргона и мата и так далее. И Путин будет выглядеть таким мачо, который поставил на колени, унизил весь мир, который вынужден с ним вести торг по свободе и суверенитету Украины. Вот с чего он добивается. Вы говорите, что мир не пойдет. А он и так не думает. Это вы считаете, что мир не пойдет. А он думает, что мы сейчас додаем, додерпим. Да, не так, как мы считаем, мы просто видим, мы отталкиваемся опять-таки от заявлений, в том числе международных политиков, видим, что Джо Байден у Конгресса просит 12 миллиардов долларов для выделения военной финансовой помощи Украине. Германия получил Ленд-Лиз. Ему сейчас это не так уж нужно. Он может сейчас... Ленд-Лиз это ведь не только передача так называемой аренды военной техники и амуниции, да? А это еще особые права президента по оказанию финансовой и прочей военной помощи. То есть ему дают большую свободу рук, ему не нужно каждый чик согласовывать, что демократическая страна. Ему не нужно каждый чик согласовывать с парламентом. Геннадий Владимирович, да, да, и по Германии видим, что начинали от бэушных касок, и вот сейчас панцергаубис получает Украина от Германии. К вам вопрос следующий. 2024 год, выборы президента в России, если это можно назвать выборами, скорее события, которые называют выборами в России. Переназначение президента Путина. Ну видите, Медведев вряд ли заслужил, ломается раньше, так сказать, подготовленного срока, поэтому наверняка Путин готовится опять сесть в кресло. Вопрос следующий. Через год, по идее, должна начаться активная избирательная кампания. И вот война в Украине, она Путину поможет как раз в этом, или у него стоит задача ее как можно быстрее закончить, потому что все-таки это какой-то вот такой, ну, негативный шлейф, несмотря на пропаганду, наверняка у россиян есть. Или он, наоборот, это использует как козырь и будет воевать, и компанию инвестирует. Как вы это видите? Вот давайте так, вот его совершенно не волнует избирательная кампания президента. Вот надо понимать, что ее никакой там кампании не будет, и если он решается остаться у власти, то вопрос решен, и я бы жалую ему не подлежу. Поэтому у него задача, он решает совершенно другую задачу, сохранение власти, реально. Если он, извините за выражение, просрет войну, я так по-простому, по-мидорски говорю, то ему никакие выборы не помогут. И наоборот, если он ее выиграет, или, по крайней мере, выдаст это за, достигнет каких-то успехов больше, чем это было на 23 февраля этого года, если это будет больше, то это будет выдано за величайшую победу над всем миром. И тогда уже не важно, так сказать, какие там выборны, какой срок. Тогда он остается лидером стаи, вожаком стаи, и может оставаться у власти до тех пор, пока у него хватит жизни, сил и средств. Ну, здоровья, скажем так, в первую очередь здоровья. Вот и все. А вот, конечно, шлейф не шлейф. Шлейф самый позорный, это если он действительно потерпит военное поражение. Ему стаи просто не позволят дальше руководить. Она его сожрет, эта стаи. Она его сейчас готова бы сожрать была, потому что он их лишил всего, вот эта стаи, которая его окружает, ну, за исключением, может быть, там, какого-то самого узкого круга летит. Она бы его и сейчас с удовольствием сожрала, так не может. Потому что любой, кто сейчас покусится, даже подумает об этом, он будет поставлен под риском уничтожения физического. Сейчас же там дикой подозрительности. Если люди шепчутся на ушко где-то там чего-то такое из окружения Путина, уже там начинают подозревать, что они готовят государственный переворот. То есть там в стае уже началась грызня, да? Уже началась грызня в стае Путина? Она не прекращалась. Но она была другого плана, да? То есть пока грызня идет под ним. Вот я все время объясняю разницу. Путин сидит на троне, а под троном там идет какая-то подковерная борьба. За близость к телу, за расположение, за финансовые потоки, за должность, за расстановку своих людей и так далее. И грызу там бьют смертным боем, да, грызу в горло. Но это пока борьба под ним. Мы еще с вами нигде не видели, чтобы кто-то сказал, а Путин козел, слабый президент, он не смог ничего сделать. Но кроме Гиркина это никто не говорит. Понятно, Гиркину дают говорить, потому что это отражает мнение очень многих его придворных, в том числе вот этого радикального крыла. Ему дают это говорить. Озвучили кого-то позицию. Но в целом, если мы сейчас посмотрим с вами ситуацию в Кремле, ну я, может, что-то не знаю. Если там что-то изреет, то очень тайн. Потому что никто открыто не обвиняет Путина в провале военной операции, в поражении в войне. Пока. Как только начнут, вот это будет сигналом, что Акелов промокнулся, он больше уже не может быть вожаком стаи, они его загрызут. Вот это вот будет признаком, так сказать, серьезного уже недовольства элиты, готовности к открытой конфронтации с Путиным. Пока мы этого не видим. Пока любая конфронтация заканчивается гибелью. Там кто-нибудь героически погибнет, спасая оператора, прыгая в пропасть. Или кто-нибудь выпадет из окна, так сказать, там, бресь. Желательно увидеть свое отражение в каком-нибудь там зеркальце. Ну, какие-то будут случаи происходить. Там вот у нас, видите, гибнут менеджеры крупных энергетических компаний, через которые потоки шли и углеводородов, и денег. Они почему-то в окно выпадут, то покончат с самоубийством, то с семьей трагедия, так сказать, идут вместе с жизнью и так далее. Пошла такая эпидемия среди них самоубийств. Вот поэтому сейчас все смотрят, чем это все закончится. А он всех убеждает, что, ребята, мы потерпим, еще чуть-чуть потерпим, и мы всех там сделаем. И его пока, ну, как бы так сказать, вот, ну, что сделать с этим? Ну, надо потерпеть, посмотреть, что будет. А вдруг он победит? А вдруг победит? И тогда что мы будем делать? Вот они сейчас сидят и смотрят. Внутренняя пропаганда тоже работает. Хотя, конечно, понимаете, что жизнь не закончена. А? Ну, внутренняя пропаганда для кремлевских чиновников и приспешников тоже работает, понятно, другого уровня, который заставляет их верить в этот миф. Спасибо вам огромное. Ну, прекратите, прекратите. Не работает внутренний пропаганда. Ну, о чем вы говорите, Геннадий Владимирович. Да, прошу прощения, что вас перебил, просто уже время заканчивается. Пропаганда на чиновников не работает. Вот это класс осознающих реалии событий, в отличие от народа, части народа, вернее. Спасибо вам огромное. Геннадий Владимирович Гудков, оппозиционер, экз депутат Государственной Думы, был на канале Freedom. Геннадий Владимирович Гудков.